Взявшись за руки размеренным шагом и с настроем на победу, семья Рогачёвых идёт на зимнюю Олимпиаду. В состязаниях будут принимать участие папа с сыном. Именно глава семьи Евгений старается поддерживать своих домочадцев в хорошей физической форме. Отсюда и название их команды – «Крипыши». У нас очень папа спортивный. Он и на роликах приобщает летом, и на лыжах сейчас зимой все, и боксом занимается с сыном. Я больше творческая такая личность. Ну, так у нас всех в спорту прообщает, и на коньках катаемся. Нужно почаще, конечно, так собираться, чтобы детишкам было интереснее. Как настоящее спортивное соревнование, игры в детском саду открылись звуками гимна. После приветственных слов организаторов и разъяснений маршрутов, по которым участникам предстояло пройти для детей и родителей, была подготовлена музыкальная разминка, чтобы разогреть мышцы и поднять настроение. Ну, а чтобы судьи знали своих героев в лицо, команды представились, озвучив свой девиз. Наш девиз – несемся вперед и только вперед. Наш панел подведы по жизни ведет. Лыжня, биатлон, керлинг, снеголеп – семейная олимпиада стала праздником для всех участников. Дети показали свои возможности, а взрослые проверили свою волю и самодисциплину. Такие спортивные мероприятия хороши тем, что они объединяют семью в одно единое целое – в команду. Они начинают думать в одном направлении и действовать более организованно, слаженно и по-спортивному. Как говорится в одном из известных лозунгов «Мама, папа, я – дружная семья». Семья, родители являются образцом для подражания для своих детей. И если мамы и папы будут вести здоровый образ жизни, будут участвовать в спортивных мероприятиях, в соревнованиях, значит мы, благодаря совместным усилиям, вырастим детей замечательных, замечательных граждан нашего любимого города и нашей любимой страны. Семья Есиковых стала одной из активных на зимней Олимпиаде. Каждая спортивная станция вызывала восторг не только у маленького Егора, но и у его папы, который подошел со всей ответственностью к выполнению заданий. Несмотря на то, что погода не очень, ветер, но очень весело, и я думаю, детям нравится, это и полезно, и увлекательно очень. Я думаю, можно как чаще такое делать, мероприятия такие. Раньше вообще, когда в детстве, сам на лыжах всегда катался, любил кататься, а сейчас уже времени на это нет. А сегодня есть такая возможность вспомнить детство? Хоть сегодня вышли так, поигрались. Получить главный трофей в виде кубка хотели все, но незабываемые впечатления для участников были важнее. Поэтому каждая из них уже победитель. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. КОНЕЦ КОНЕЦ